Доброе утро! Доброе утро! Я постараюсь либо в процессе вебинара, либо сразу по окончании его ответить на ваши вопросы. Ну что, начинаем? Итак, компания Exotic Voyage, один из ведущих экспертов в сфере премиального туризма в Таиланде. Мы были основаны в 2001 году. В следующем году у нас юбилей. На данный момент Exotic Voyage – это экосистема, в которую входят принимающие компании Exotic Voyage, агентство недвижимости Exotic Property. Это все, что касается покупки либо инвестирования в недвижимость в Таиланде. Транспортная компания Puket Luxury Transfer. Мы единственная принимающая компания в Южном Таиланде, у которой собственный парк автомобилей премиального класса. Это Mercedes-Benz E и S-класса, Mercedes Sprinter, наиболее популярные в Юго-Восточной Азии – Toyota Alpart и Toyota Venturi. Ну и наши стандартные машины – это Toyota Commodore. Также в холдинг входит сеть ресторанов Spice House – русская и тайская кухня для тех, кто соскучился по домашней еде. И одно из главных открытий нашей компании в 2019 году стало открытие Delfinaria, который получил статус лучшего в Юго-Восточной Азии. И, соответственно, те, кто будут в Паттайе, милости просим, Паттайя Делфинариум будет рад видеть у себя в гостях. Так, наши основные сервисы – отельный отдых. У нас более 3000 контрактов на отеле по всему Таиланду, а также за его пределами. То есть страны Юго-Восточной Азии у нас тоже есть. Авторские экскурсионные программы с профессиональными русскоговорящими гидами. Все экскурсии, есть на них каталог, но каждая из экскурсий под каждого клиента прорабатывается дополнительно. Соответственно, в зависимости от того, чего хочет клиент, всегда можно подобрать программу. Программы спа-куронтов и медицинских центров – это wellness программы, программы Wellbeing. Они очень пользуются популярностью в последние несколько лет. Мы очень плотно работаем с многими wellness курортами, что позволяет предоставлять наиболее качественный и доступный сервис для ваших клиентов. Собственный парк стандарта премиум-класса, как я уже говорила, в наш холдинг входит компания Pocket Luxury Transfer. Майс-программы. Мы организуем мероприятия для групп от 10 до 150 человек. Полностью под ключ, с полным ведением нашей компании. Свадебные программы из года в год – это не теряет своей популярности. Свадебных церемоний вариаций может быть огромнейшее количество. Здесь все зависит от самих молдожен, что конкретно они хотят. Это может быть церемония на пляже, это может быть церемония в тайском стиле с благословением монахами, то есть это может быть церемония на яхте и так далее. Фраг частных самолетов и яхт, особенно сейчас в, скажем так, в эру ковида, социальная дистанция становится все более и более актуальной. И, соответственно, аренда яхты, либо аренда частного самолета – это минимизация каких бы то ни было контактов с посторонними людьми. Также аренду яхт очень популярна на нашем рынке. Гости арендуют яхты как на прогулку, так и на несколько дневный круиз. Среди мужчин очень популярна морская рыбалка. И здесь, соответственно, класс яхт абсолютно разный. Гольф-туры, спортивные мероприятия. Только на Пукете порядка восьми гольф-полей. Мы являемся членами гольф-клубов. И, соответственно, для ваших гостей можем организовать программу с обучением либо для уже опытных игроков можно организовать программу пребывания с участием в том или ином мероприятии. И, конечно же, аренда недвижимости. Все более и более популярна зимовка в странах Юго-Восточной Азии. Многие дети учатся на удаленном доступе. И гораздо приятнее зимовать в нашем климате, чем в снежно-дождливом. Поэтому очень многие приезжают на 2-3 месяца. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здравствуйте. Я вернулась. Все хорошо? Меня слышно, видно? Владимир, мы не предоставляем материалы в печатном виде. Для, соответственно, агентов, которые планируют с нами работать, мы можем выслать приветственное письмо со всеми нашими каталогами. Итак, я правильно понимаю, что я отключилась на моменте перехода на новые отели. Итак, что же нового появилось в Таиланде с момента 2018, 2019, 2020 год? И здесь самое интересное. Первый отель, про который бы хотелось сказать, находится на пляже Камала. Данный регион сейчас все более и более расстраивается. Там строятся новые жилые комплексы, там строится большое количество отелей и инфраструктуры. Также на пляже два бич-клаба, это кафе «Дель Мар» и «Эйч-Кью». Так вот, отель «Твин Палмс Монтазур» открылся летом прошлого года. Отель расположен на первой береговой линии, не через дорогу от пляжа. Все достаточно компактно, то есть вся территория, вот вы можете видеть на своих экранах, вот по большому счету это вся территория. Все номера, начиная с базовой категории сьютов, являются, скажем так, двухкомнатными, то есть это спальня и гостиная с диваном и небольшой кухней и обеденной зоной. Также есть номера с двумя спальнями и есть пентхаусы с бассейнами на крыше, то есть вы вот тоже на экранах можете видеть верхние этажи, где есть голубенькие вкрапления, это, соответственно, номера с бассейнами. «Твин Палмс Монтазур» входит в сеть «Твин Палмс». К данной сети относятся также пляжный клуб «Эйч-Кью» и «Кетч». И гости, проживающие в «Твин Палмсе», могут на бесплатном шаттле попасть либо в одноименный сестринский отель на пляже «Сурин» «Твин Палмс», в котором очень вкусные бранчи и есть обширная винотека. Также могут перемещаться на этом шаттле до «Бич-клаба». Следующий отель открылся также в 2019 году. Это отель «Интерконтиненталь». Очень красивая территория, разделенная на две части. Основная территория отеля находится на второй линии. Там находятся стандартные номера и виллы. Также большая галерея, в которой находится спа-центр. Большие залы для переговоров. Очень красивая территория. Большой детский клуб. Все номера просторные. Начинаются от 40, если не ошибаюсь, 6 квадратных метров. И на первой линии располагается клубная территория с рестораном, бассейном и номерами с клубными привилегиями. Через дорогу гостям переходить не нужно. У отеля свой андепасс, то есть это тоннель под дорогой проходящей. Все абсолютно безопасно. Не нужно переживать, что кто-то может получить какую-то травму при переходе через дорогу. Следующий отель для любителей ночной жизни, для любителей обилия туристической инфраструктуры. Откроется в октябре этого года. Отель называется Four Points by Sheraton. И располагаться он будет на первой линии всеми любимого пляжа Патонг. Те, кто уже были на Пхукете, наверняка знают отель Пхукет-Грейсланд. Так вот, Four Points будет практически через стенку от всеми любимого Грейсланда. У отеля будет клуб на пляже, то есть место со своими лежаками и зонтиками на пляже. Несколько ресторанов, баров, будут номера с двумя спальнями. Это Family Suite. Номера тематические, то есть детская комната будет стилизована специально для деток. Следующий отель открылся в прошлом году летом. Это Оза Пхукет. Теперь это один из тех немногих отелей, которые стоят в буквально 20 метрах от пляжа. Отель стоит в одной линейке по первой пляжной линии рядом с Клабмедом. Имеет достаточно компактную территорию, но при всем при этом для, допустим, семей с детьми это просто находка, потому что в бассейне очень много детских горок, всевозможных развлечений. И также есть номера с двумя спальнями именно для размещения большой семьей. Итак, это были новые отели на острове Пхукет. Мы двигаемся севернее и переходим на материковую часть Таиланда и провинцию Панга. И первый отель – это Баба Бич Клаб, принадлежащий сети Срипанва. Отель открылся в октябре 2018 года. Сейчас отель закрыт на реновацию. Реновацию проводят полную практически каждый год в течение лета по причине того, что в конце весны отель проводят большое мероприятие. Это музыкальный фестиваль под названием Киркалока, на который собираются диджеи и любители музыки со всего мира. Это такой несколько дневный марафон тусовки, после которого в течение нескольких недель после него отель становится на реновацию, потому что все происходит очень шумно, некоторые гости очень шумные. У отеля две части территории. Первая часть территории – это сьюты. Сьюты начинаются от 70 квадратных метров. Основной бассейн, возле которого в течение дня происходит вся движуха. Там периодически играют диджи-сеты, устраиваются вечеринки в бассейне. Также там находятся виллы под названием Габана. И на первой линии, на бич-фронте, располагаются шесть вилл с пятью спальнями, то есть это для большой компании. На второй линии, буквально в 150 метрах от основной территории, через дорогу располагается территория Ларак-Ширикул-Виллос. Это вилла на одну и две спальни со своими приватными бассейнами. И они подойдут для тех, кто едет, допустим, с семьей, и часть хочет находиться именно в движухе, а другим нужна тишина и спокойствие. Соответственно, кто-то может тусоваться возле бассейна со всеми, а кто-то может отдыхать на своей вилле с приватным бассейном в тишине и спокойствии. Следующий отель – это отель «Сантия». Это тайская цепочка. Отель построен полностью из дерева в стилистике тайского дворца. Масштаб на самом деле и визуально отель поражает своей красотой и колоритностью. Он не похож практически ни на один другой. Из особенностей – все номера отеля находятся на второй линии. И на первой линии у отеля располагается ресторан, зона отдыха, спа, большой бассейн, детская игровая площадка, очень интересные лежаки у бассейна. Они выполнены в форме лодочек тайских. И отель, соответственно, открылся весной этого года. Следующий отель придется по вкусу любителям спа, велнеса, а также колоритности колониального стиля. Отель открылся в декабре прошлого года, 2019-го. Отель называется «Девасон Каулак». Отель выполнен в колониальном стиле, с зелеными лужайками в приватной такой небольшой бухточке. Очень примечателен спа-центр отеля, так как в нем собраны практики спа и велнеса со всех уголков Юго-Восточной Азии. Далее. Отель «Лимиридиан Каулак» открылся в октябре 2019-го года. Большой отельный комплекс. В принципе, имя «Лимиридиан» говорит само за себя. Отель для любой категории гостей, как семьи с детьми, так и взрослые, отдыхающие. Также это могут быть одинокие путешественники. Каждый найдет отдых себе по душе. В отеле несколько ресторанов. Достаточно большая программа активности в течение дня. Двигаемся дальше. Следующий отель располагается на острове Коконат, который находится всего в 10 минутах на катере от пирса Пукета. Отель откроется в ноябре 2020-го года, то есть совсем-совсем скоро. Отель называется «Island Escape by Burasari». На самом деле это огромный проект, который полностью завершится, но, скорее всего, в ближайшие 2-3 года. Территория отеля огромна. Сейчас завершается первая фаза строительства. Это территория вилл. Здесь пляж с белым привозным насыпным песком, то есть никаких камней и листово дна или каких-то проблем с пляжем не будет вообще. Виллы от одной до четырех спален в саду либо с видом на залив, с видом на Пукет. Чекин у отеля происходит сразу на пирсе, то есть на остров гости приезжают уже со своими ключиками и их сразу провожают в номера. Следующая фаза строительства – это будет отдельная территория только для семей, то есть территория, которая будет предназначена именно для семей с детками. Здесь будут номера со всем необходимым при отдыхе с детьми, то есть это и стульчики для кормления. На самой территории семейной будут располагаться несколько детских площадок, территории с детскими бассейнами, сборками, будет работать анимация для деток. То есть это будет прямо вот такой family-family friendly. И также третья часть отеля будет завершаться в последнюю очередь. Это территория только для взрослых. На стенде некоторые из коллег спрашивали, есть ли в Таиланде отели только для взрослых. Да, они есть. В некоторых отелях есть отдельная территория, как вот, допустим, Violent Escape by Burasari. Будет отдельная территория, на которой будут размещаться только гости 18+. То есть для тех, кто не любит, когда рядом бегают дети, брызгуются в бассейне, дамы в дорогих шляпах могут не переживать за их сохранность, никто на них не будет брызгаться из бассейна. Следующая новинка – это отель на острове Яо-Яй. В перспективе отель планирует открыться в 2021 году. Отель Intercontinental Яо-Яй. «Пять звезд» с очень интересным концептом, с идеальнейшим пляжем, с красивыми видами, но о нем пока информации достаточно немного, но проект планирует быть невероятным. Дальше мы переходим на остров Самуи. И первый отель – это отель Ридс Карлтон Самуи со своей приватной бухтой. Отель открылся в июне 2018 года. Шикарнейшие сьюты, невероятные виды. Ну, имя Ридс Карлтон говорит само за себя. Отель Cape Fun также открылся летом 2018 года. Ридс Карлтон самуи располагается на небольшом таком полуостровочке, недалеко от Самуи, с красивым пляжем. Все номера на территории отеля – это виллы. От одной до, если не ошибаюсь, трех спален. Есть виллы для любителей прямого выхода к пляжу, то есть Beach Villas. У каждой виллы есть своя территория. Все очень уютно, красиво. И для гостей, которые хотят такого прям экзотического, уединенного отдыха, это будет прекрасным вариантом. Отель, которого многие ждали. Первый в Таиланде отель цепочки Мелия открылся в марте этого года. Отель Мелия Ко Самуи обладает всеми привилегиями Мелия. Также знаменитые клубные привилегии The Level от отеля Мелия, которые знакомы, я думаю, вам по Карибскому бассейну и Доминикане. Соответственно, все вкусности, все интересности Мелии здесь также будут присутствовать. Новый отель в Краби. Всем известная цепочка Баньян-3. В декабре этого года открывает свой шикарнейший отель с невероятными просто сьютами и виллами на материковой части Таиланда в провинции Краби. Отель на самом деле что-то невероятнейшее с высоченными потолками, с отделкой мрамором, с предметами антиквариата, с очень интересным дизайном. Это будет вот прям очень вкусная новинка для достаточно взыскательных гостей. И мы переходим в город Бангкок, как один из крупнейших хабов Таиланда. Люксовые отели здесь пользуются популярностью. С каждым годом сюда приходят все больше и больше самых навороченных отелей. Итак, первый отель – отель Капелла. Я думаю, что коллеги, которые продавали Сингапур, знают Капеллу там. Так вот, бренд планировал открыть отель в 2019 году, но ввиду того, что проект достаточно обширный, это такой загородный клуб в центре города, и строительство достаточно масштабное, что-то не успевали, и поэтому гранд опенинг, то есть официальное открытие отеля, состоится в октябре этого года, то есть уже совсем скоро. Отель располагается на Риверсайде с невероятными видами на реку Чао-Прае. Ну и все, в принципе, в отеле отвечает высочайшим стандартам Капелла. Так, что-то у меня подвесил слайд. Так, следующий отель открылся летом 2018 года. Это отель World of Astoria, Бангкок. Отель в центре деловой жизни с невероятными панорамными видами на город. Выполнена в классическом стиле Валдорф Астория. И последний на сегодня отель – это Four Seasons отель Бангкок от Чао-Прае. Открылся в марте этого года невероятнейший отель с огромнейшей территорией, с захватывающими видами на город и на реку Чао-Прае. Классический отель Four Seasons, когда в президентском номере у вас стоит в гостиной зоне рояль, не оставят равнодушным никого из даже самых взыскательных гостей. На этом мы закончили с отелями и помимо отелей в Таиланде есть и другие новинки. Несколько бангкокских ресторанов получили, обновили, скажем так, список ресторанов Мишлен. Соответственно, появились отели с одной и двумя звездами Мишлен. Новые, полный гид Мишлен можно запросить, написав нам на почту, составить собственную карту гастрономического тура. Следующее – это, скажем так, новый обязательный пункт к посещению Бангкока. Самое высокое здание на данный момент в Бангкоке – 314 метров. Это Кингпаун Маханакон с видовой смотровой площадкой, с прозрачным полом Skywalk, с баром на крыше, правда, безалкогольным, так как все-таки безопасность превыше всего. Также в данном комплексе в следующем году планируется открытие отеля, но пока точных данных по отелю нет. Кому же досталось такое шикарное место. Несколько новых маршрутов и лодок для речных круизов по Бангкоку как просто для прогулки, так и с ужином появилось. Те, кто с нами работают, знают, что каждый год мы обновляем свои каталоги по авторским экскурсионным программам. В этом году, я думаю, что добавится больше регионов Южного Таиланда, больше островов, больше морских маршрутов будет построено. Мы предоставляем полный цикл сервисов VIP, начиная от фасттрека, начиная от встречи у трапа самолета, заканчивая лаунжами, консьерж-сервисами, предоставлениями всего, что только может понадобиться даже самым-самым высокопоставленным гостям. Покет лакшери трансферс. Сейчас на своих экранах вы можете видеть наши машинки, наш парк автомобилей. Как я уже говорила, это Мерседесы S и E-класса, Мерседес-бенц-спринтер, Тойота Альпарт и Тойота Венчири. Гольф-программы. Их огромнейшее количество. На своих экранах вы видите гольф-поля, расположенные на Пхукете. Также есть гольф-поля, расположенные в Банга, в Краби, на острове Сумуи и недалеко от Бангкока. Яхты. Яхты мы настоятельно рекомендуем бронировать заранее. Во-первых, это получается выгоднее по цене, как для вас заработать себе плюсик в комиссию, так и для ваших гостей. Чем более заранее вы бронируете яхту, тем больше выбор на ту или иную дату. Особенно это касается новогодних праздников, потому что в это время лодки расходятся, как горячие пирожки. Это примерная карта маршрутов, куда можно отправиться на лодке. Сергей, да, есть вертолеты. Есть вертолеты и есть также на, допустим, в Пхукете клуб аэролюбителей, где клиенты с сертификатом пилота могут заказать себе полет. Единственным условием является то, что вторым пилотом будет сотрудник аэроклуба, который будет страховать гостей. Тимур, из новинок в Паттайе, как я говорила в начале, у нас открылся дельфинарий, который входит в группу компании «Экзотик». Дельфинарий открылся в 2019 году. Это вот главная новинка в Паттайе. Свадебные церемонии. Здесь выбор зависит только от пожеланий ваших гостей и их бюджета. Ну и, в принципе, все. Мы вроде бы уложились по времени. Я буду передавать слово своей коллеге Ирине. Я остаюсь... Ирина, все абсолютно индивидуально, в зависимости от того, на какое время яхта свободна, на какое время яхта в наличии. Давайте я перейду с вами в чат. Я передаю слово Ире. И, соответственно, всем хорошего дня, прекрасного настроения и с прошедшим днем туризма. Спасибо. Друзья, добрый день. Подскажите, пожалуйста, видно, слышно меня? Видно, слышно, все. Отлично. Доброе утро всех с прошедшим или с наступившим праздником, всем днем туризма. Итак, начинаем. Точнее, для вас это уже продолжение. Давайте я представлюсь. Меня зовут Иванова Ирина. Я работаю в компании Onlink Services. Перед вами на слайде бренды отелей и гостиничных цепочек, которые мы с коллегами моими представляем. Сегодня у нас речь пойдет об одном из отелей SixSense и об отеле Raya Valle. Мы не являемся бронирующим представительством, не бронирующим. Поэтому все, что касается вопросов бронирования, оплаты и прочего, с этим вы обращаетесь к нашим партнерам Exotic Voyage. Все, что касается, допустим, каких-то материалов, специфических вопросов по отелям, фотографии вам нужны, высокого разрешения, разместить на сайт и так далее. Пожалуйста, звоните, пишите. На слайде наши контакты мы с коллегами с этим поможем. Друзья, я видела ваши вопросы, которые вы задавали еще до презентации. Их было очень много. Спасибо вам за интерес. Мы с коллегой постарались на них ответить по возможности. Я знаю, что ответы получили не все. Вы можете повторно задать сейчас или в течение презентации, или после нее. Либо просто дождаться, когда я уже после презентации, после этого вебинара продолжу на них отвечать. Договорились? Простите, что не на все успели ответить, но действительно очень большой поток получился. И есть ряд вопросов, которые нам все-таки нужно дополнительно уточнять еще с отелями. Ну что ж, если с этим моментом все, в общем, мы прояснили, то, если не возражаете, идемте уже дальше. Непосредственно переходим к отелям. Итак, отель Рая Вади в регионе Краби. Скажите, пожалуйста, кто в нем был, кто его бронировал, кто его знает, не по наслышке, не по презентациям, а вживую. Есть у нас такие сегодня? Нет. Нет таких, наверное. Наверное, такие как раз дома спят, им не нужно смотреть презентацию, потому что они в нем были. И, кстати, перед тем, как мы начнем, точнее, уже начали, у нас будет небольшой подарочек, такая сумка с наполнением разным, для того, кто быстрее всех правильно ответит на вопрос в конце презентации. Ну что ж, отель Рая Вади. Вот в таком вот красивом месте он расположен прямо в сердце заповедника, природного заповедника региона Краби. Доступ у нас сюда только с моря. Сюда не проходит дорога. И добираемся мы сюда следующим образом. Длежащий аэропорт – это аэропорт Краби. Из него едем минут 40 на автомобиле. И дальше пересаживаемся на лодку, вот такую комфортабельную. И за 20 минут уже подплываем к одному из пляжей отеля. Внутри манго – это где вы имели в виду, Сергей? Внутри, прошу прощения, можно уточнить. Так, и подплываем к Рая Вади. Для трансферов, кстати, в Рая Вади отдельный пляж, на котором не купаются. Вот такой вот вид с высоты на территорию, на которой располагается Рая Вади. Обратите внимание, здесь огромное количество кокосовых пальм. Нет, внутри сумки не манго, там нет продуктов. И пляж Райли. Да, пляж Райли – это один из пляжей, но это не тот, к которому подплываем мы на трансфере. Да, действительно, очень красиво. И вот как выглядит территория уже изнутри. Если честно, для меня Рая Вади – это даже не отель, это вот такая картинка, это открытка, такая сказочка, в которую вы попадаете. Замечательная, красивая. И вот это место, в котором стоит провести, ну, хотя бы пару-тройку дней, побывав в этом регионе, в регионе крови мимо Рая Вади, я считаю, пройти, проехать просто невозможно. Здесь у нас 101 номер. Из них большая часть – это вот такие павильоны. И 7 вилл. И вот вы видите, как выглядят павильончики. Они двухэтажные, и они отдельно стоящие, разбросаны по территории отеля. Каждый со своим входом. Вот так вот выглядит дорожка. По территории очень комфортно передвигаться пешком, она на самом деле не очень большая. Можно, конечно же, на баги. И вот так выглядит внутри этот павильон. На втором этаже у нас спальня и ванная комната, а на первом этаже – гостиная. И дальше мы идем уже по… Посмотрим вот так вот несколько фотографий больших вилл по 300 по 400 квадратных метров. Я прошу прощения, у нас несколько, но здесь одна фотография. Пришлось сократить, чтобы вместиться во время. Отведенная нам для вебинара. И это виллы с собственным бассейном. Виллы на несколько спален. Есть двумя, есть с тремя спальнями. И часть вилл, большая часть этих вилл выходит прямо к пляжу. Дальше по ресторанам. Несколько ресторанов и баров на территории. Интернациональная и тайская, и азиатская кухня здесь представлены. Райо Дайнинг – это ресторан, где сервируют завтрак. Основной ресторан, где сервируют завтрак. Он работает весь день. Здесь можно и позавтракать, и пообедать, и поужинать. Вот это, если честно, ресторан, к которому я с особой нежностью отношусь. Здесь тоже сервируют завтрак. Здесь прекрасный вид на пляж. На пляж Рейли как раз. И он находится рядом с нашим бассейном, который мы дальше увидим. Бассейн тоже очень интересно здесь спроектирован. И здесь у нас представлено в ресторане Райка Лайтерес, простите, именно тайская, азиатская кухня. И ресторан Грота. Ну, о нем вы наверняка видели или слышали, или и то, и другое, потому что здесь это не то, что что-то сделанное для людьми, это то, что нам подарила здесь природа, и мы этим вот так вот воспользовались. Можно замечательно поужинать в ресторане Грота, то есть вы в пещере среди скал с видом на море. Друзья, давайте еще раз проверим связь на всякий случай. Видно, слышно меня? Видно. Отлично. Бассейн. Бассейн, который я вам обещала показать, обратите внимание, он разделен на несколько секций. Есть секции помельче, комфортно будет в них детском купаться, и есть секции поглубже. Там уже комфортнее будет взрослым. Обратите внимание на вид, вот эти вот замечательные живописные скалы, пальмы кокосовые перед ними. Вся территория, кстати, в кокосовых пальмах, о чем я уже говорила, очень зелено и очень уютно, комфортно. Про пляжи давайте я тоже быстро скажу. Я вам сказала, что здесь у нас три пляжа. Один пляж, он для трансферов, когда мы прибываем по дороге из аэропорта, мы к нему подплываем, там не купаются. И два пляжа, на которых купаются, это пляж Рейли и пляж Пранан. Всем, я думаю, интересен вопрос по ситуации с приливами и отливами. Пляж Рейли, он, там приливы, отливы действительно такие существенные. Что касается другого пляжа Пранан, то там приливы, отливы, это плюс-минус метров 30, то есть вы их не почувствуете никак. То есть в любое время в вашем распоряжении будет пляж, на котором будет комфортно купаться, вне зависимости от приливов и отливов. Ну и, конечно же, спа-центр, Райаваде-спа, всевозможные массажи, как традиционный тайский, так и огромный набор других, обертывания, скрабы, процедуры по лицу, процедуры по телу и салон красоты у нас также имеется. И вот такой бутик, магазин, он, кстати, огромный, и в нем вы можете приобрести одежду и сувениры, и какие-то аксессуары. Здесь можно, в общем, провести целый день. Светлана, так, косметику, я прошу прощения, косметику я вам потом отдельно напишу, хорошо, как она называется, я забыла название, честно. Но косметика замечательная. Вот многие ее потом покупают еще с собой, и в номере у вас стоит и шампунь, и кондиционер для волос, и гель для душа, и крем увлажняющий, просто и ароматы, и качество невероятнейшее. Вы мне, если не сложно, потом на почту напишите, или где-то здесь в комментариях, мне это тоже на почту приходит, я посмотрю, вспомню пока, как называется косметика точно. Ну и чем здесь можно заняться? Естественно, и виндсерфинг, и на каяках можно поплавать вокруг этих скал живописных, можно заняться альпинизмом, повзбираться на скалы, поиграть в теннис. Есть развлечения для деток. Здесь, кстати, в Райаваде очень здорово делают кулинарные мастер-классы. Интересно будет как взрослым, так и детям. И еще недалеко от территории Райаваде есть очень хорошие снорки. Действительно много рыбок живописных, есть что посмотреть. Это не прямо с берега, это нужно на лодочке отъехать, на острова, которые тоже рядышком находятся. Сергей, да, космичка, если я не ошибаюсь, тайская. И вот на прощание, можно сказать, такой слайд финальный. Здесь действительно как вот нигде во всем мире такая живописнейшая территория с домиками муви-троллей, со скалами вокруг. И очень-очень рекомендую подняться, когда вы туда доедете, подняться на бьюпоинт, на смотровую площадку. Нужна там определенная спортивная подготовка. Немного это требует усилий, но оно того стоит. Вот тот вид, который у нас вначале был, на территорию сверху. Это как раз снято, снимали оттуда. Ну и дальше мы переходим к отелю Сексенсис, к отелю Яуной. Он у нас недалеко от Раевади находится. Добираемся мы сюда от Хукета. Это будет ближайший аэропорт. Вот вы видите на слайде точечку, где отмечено расположение Яуной. Сексенсис Яуной – это остров Яуной. Он так и называется. Отель не занимает весь остров, он занимает только его часть, небольшую часть, примыкающую к пляжу. И смотрите, как мы сюда едем. Сначала на автомобиле из аэропорта Пхукет. 30 минут в сторону востока, на восток. Едем к пристали. И через полчаса, когда мы подъехали, пересаживаемся в лодку и плывем 40 минут и подплываем уже непосредственно к отелю. Вот здесь видно присталь. Я думаю, да, справа, вот с правой стороны слайда. Это вид как раз на территорию отеля. И здесь вы видите справа как раз присталь, в которой подплывают лодки. А в левой части – это у нас пляж. Ну, а, собственно, крыши, на которые вы смотрите, которые видны из зарослей, из джунглей, это крыши вилл. Здесь у нас 58 номеров, абсолютно все виллы и абсолютно все с собственными бассейнами. Так, друзья, на всякий случай еще раз проверка связи. Слышно? Слышно, видно? Слышно, видно. Все, спасибо. Потому что когда пропадают какие-то вопросы, комментарии, мне начинает казаться, что пропала связь. Итак, 58 вилл, все с бассейнами. По размещению, по количеству спарен. Здесь у нас от 1 до 4 спарен. То есть любую семью, любую компанию, в общем, мы в пределах виллы можем разместить, можем подобрать виллу необходимой конфигурации и размера. Есть виллы, кстати, как вы заметили, расположены прямо вот глубоко в зарослях, а есть виллы близко к пляжу с видом на море и с выходом, собственно, к этому пляжу. Это та самая пристань, на которую мы прибыли. И вот так выглядят виллы снаружи. Какие дороже, Светлана? Дороже, конечно, те, которые больше и по количеству спарен, у которых вид на море и которые с собственным выходом к морю. Так, далее. Ну, тут тоже все в зависимости от... Да, к пляжу, к пляжу. Тоже все в зависимости от категории. То есть вилла может располагаться выше, быть с видом на море, но без выхода к пляжу, или вилла может быть ниже, но с выходом к пляжу. Здесь тоже нужно это все смотреть, сравнивать. Категории можете посмотреть у нас в описаниях на сайте нашего представительства. Можете посмотреть. Я думаю, что есть все у Exotic Voyage тоже по категориям все расписано. Здесь, в общем, секретной информации нет. Ну, а что касается цен, то это да. Это уже с Exotic'ом вы проверите. Так, обратите внимание, очень много отделки у нас, точнее у нас вся отделка здесь практически это дерево. Да, там действительно рай с прекрасным сервисом, к тому же. Почему дерево? Потому что вы, наверное, знакомы с нашей концепцией Six Senses, Sustainability, мы eco-friendly, и вот в дереве действительно хорошо отдыхать. И по тактильным ощущениям, и по зрительным. Посмотрите, какой вид у нас вот в правом нижнем углу видно на скалы. Открывается он из многих точек, действительно, отеля. И он, правда, невероятнейший. Рестораны. Несколько ресторанов и баров на территории. Они будут сейчас вдаваться в подробности. Левый верхний угол – это ресторан, Living Room – это основной. Там сервируют завтрак. Справа, наверху, ресторан с такими вот запуточками отдельными. То есть вот в этом ресторане, когда находитесь, у вас ощущение полной такой приватности. Ваш столик на отдельной территории, небольшой такой территории, в окружении листьев, деревьев, зелени. И вот обратите внимание, внизу слева бар со столиками среди бассейнов с лотосами. То есть все места, все рестораны, бары очень интересно оформлены. Это, конечно, вдобавок к замечательной кухне здесь. Вот на этом месте я поподробнее остановлюсь. Хиллтоп. Хиллтоп почему? Потому что стоит на вершине холма. Это когда-то, когда-то была большая вилла, но потом ее переделали под такой барно-ресторанный бассейнный комплекс. Его потом, этот комплекс, реновировали год назад. И вот он теперь такой красивый, свеженький. Здесь можно провести целый день, начиная с завтрака с восходом солнца, забронировать здесь, допустим, романтический завтрак, вот с таким волшебным видом на эти скалы. И просто купаться, загорать, есть и пить что-то вкусное. Ну и дальше, если мы немного поговорим про еду, у нас чуть-чуть еще времени с вами осталось, у нас есть своя ферма в Сексенсисе Ауно, и как в общем-то и в большинстве отелей Сексенсис. Вы знаете, мы за здоровое питание, но мы никого не агитируем, есть там только листья салата, морковку, нет, у нас есть все, у нас есть мясо, рыба, вы можете есть бургеры, пиццы. Мы просто заботимся о том, чтобы продукты были натуральные, без химии, свежие, и чтобы они были приготовлены наиболее полезным образом. Вот у нас, видите, свои козочки, куры, утки. Кстати, был вопрос про яйца, яйца каких экзотических птиц собирают на ферме. Это яйца кур и уток, насколько уж они экзотические, мы живут они в экзотической стране, по крайней мере. И также здесь выращивают много трав, специи, овощей, фруктов. В общем, все это свежим попадает вам на стол. Ну и чем можно заняться, кроме как поплавать? У нас есть тайский бокс, вы можете покататься на велосипедах, поплавать на каяках, выехать на снорклинг. И обратите внимание, в правом нижнем углу фотография, это кусочек пляжа, который где стоят шезлонги днем, по вечерам, несколько раз в неделю, он превращается в кинотеатр под открытым небом. Козы тоже в белых халатах, вы знаете, практически, у коз, у уток, у кур, там шикарные номера, у них свой душ, поэтому у них свой там утренний-вечерний туалет, и в общем, им у нас хорошо и комфортно создаем им все условия для работы, продуктивные. Для деток тоже много развлечений, у Six Senses есть отдельная программа, которая называется Grow with Six Senses. Разные, у детей на самом деле очень плотный график, различные активности, занимательные программы, которые действительно развивают их навыки, а не, то есть они не просто сидят, уставившись в телевизор или планшет. Нет, там придется и побегать, и поплавать, и подумать, и порисовать, и в общем, все, чтобы ребенок был занят, при этом развивался, и ему было комфортно, и родителям тоже. Ну, конечно, СПА, это одна из наших визитных карточек, Six Senses SPA, давно уже зарекомендовавший себя известный бренд, наша ключевая процедура Integrated Wellness, которая с Wellness Screening начинается. Желающие узнать подробности, можете мне написать, об этом спросить, я уже в подробностях расскажу, пришлю и так далее, потому что это требует времени, сейчас у нас всего осталось уже совсем-совсем немножко. Ну, и, конечно, массажи, обертывания, большой перенажерный зал с красивым видом, площадки для йоги, крытые и открытые павильоны, и, ну, и добро пожаловать к нам в Six Senses Яоной. Вот эта фотография, кстати, живая. Они все живые, но это было сделано лично мной, когда я приехала в Six Senses Яоной и сфотографировала вот эту картинку с пирсов. Теперь давайте поступим так. Я сейчас задам вопрос, кто первый правильно ответит, тот получит наш приз, пришлет уже нам на почту письмо, чтобы мы договорились как-то приз передать. И после этого я включу вам кино о том, как в Six Senses, оно небольшое на три минуты, о том, как в Six Senses Яоной встречают вот сейчас, и что, как делают, в частности, мер предосторожности, что сейчас у нас актуально. Так, ну что ж, вопрос такой. Подскажите, пожалуйста, какой у нас, как и сколько добираться из аэропорта Пхукета в Six Senses Яоной, какой у нас трансфер? Ирина, да? Ваша сучка. Ирина, а вы у нас уже, по-моему, что-то выигрывали. Получали уже наш подарок, правильно? Не выигрывали? Значит, мне показалось. Ну что ж, тогда пишите нам на почту, и мы с вами уже свяжемся, спишемся, созвонимся, чтобы нам договориться, как вам его передать. Друзья, я тогда на этом с вами, с вашего позволения, прощаюсь. Спасибо вам за внимание, за ваше время. И я включаю кино на 3 минуты. Там вы отель увидите, ну, практически вживую. Это то, что снято было недавно. И там вас поприветствует наш управляющий и расскажет, как обстоят дела. Спасибо вам большое. Ну что ж, всего хорошего и до новых встреч. Садихан, добро пожаловать в Сексенсис Яоной. Мы находимся на юге Таиланда, в 45 минутах езды от Пхукета или Крады. Прибывают на курорт на лодке. У нас есть свой катер и лимит по количеству пассажиров, чтобы обеспечить свободное пространство. По прибытии гостей встречает личный дворецкий. Они наши мастера драгоценных впечатлений. Он провожает вас на виллу и присматривает за всем необходимым на протяжении отдыха. Таким образом, при любом вопросе у вас есть свой человек. Итак, вас проводили. Вы находитесь на вилле и здесь дворецкий замерит температуру, чтобы убедиться в безопасности как для гостей курорта, так и для сотрудников. Все они проходят такие проверки регулярно. Мы также предлагаем маски и их использование в общественных зонах на ваш выбор. Разумеется, вилла масштабно дезинфицируется перед прибытием гостей и после отъезда, чтобы обеспечить высокий уровень гигиены и противодействовать проникновению бактерий. Все виллы находятся на расстоянии друг от друга, никто не будет шуметь через стенку, вас окружает лишь пышная зелень и свежий морской воздух. В Сиксенсис-Яу-Ной два уютных пляжа и на обоих легко поддерживать приватность. Как вы видите, расстояние между шезлонгами предостаточно и большинство из них обрамлены такими навесами для двоих, но есть варианты и для семей. Рестораны в Сиксенсис-Яу-Ной это открытые пространства в окружении природы. Здесь есть естественное зонирование. По сути, мы в саду, тут очень свежий воздух. Отдельные ниши со столиками уже обеспечивают хорошую дистанцию, что помимо мер безопасности также дает нам уединение. По прибытии в любой из ресторанов наши хостес обязательно помогут в обработке рук санитайзером, прежде чем проводить вас к столику. Это пространство у нас находится на вершине холма, поэтому так и называется хиллтоп. Здесь наш главный инфинити бассейн с баром. Опять же, перед входом вас попросят обработать руки санитайзером, который мы изготавливаем на основе медицинского спирта и эфирных масел в нашей эко-лаборатории. Как видите, социальное дистанцирование тут тоже соблюдается, как и на пляже, так и во всех общественных пространствах. Еще один хороший пример это обеденная беседка. Тут у нас всегда атмосфера приватности. Наши сотрудники уже прошли государственную сертификацию и тренинг по дополнительным мерам поддержания чистоты и порядка. Нам в этом очень помогло наличие эко-лабораторий, в которой мы уже давно производим органические чистящие средства. Кроме того, сотрудники регулярно проходят медицинские ЧК. Дышать свежим морским воздухом, быть в уединении с природой. Ради этого стоит переждать карантин. До скорой встречи!